Здравствуйте! Мы находимся в Паловском историко-кровическом музее в зале природы и животного мира Паловского района. Паловский район относится к степной зоне. Рядом с водоемом можно встретить сирую цаплю, крявку, водяную курицу. Необычной и удивительной можно назвать чумку. Чумка – это водная птица семейства Паганковых, которая по размеру не превышает утку. Узнать большую Паганку несложно. Даже издалека на голове в весеннее время вырастают вертикальные перышки, которые напоминают рога или корону. И вокруг шеи образуется рыжий воротничок, который в зиме бесследно исчезает. Особенностью чумки являются лапы, которые работают в виде винтов. На лапах чумки расположены особенные перепонки, которые позволяют ей погружаться на несколько метров в воду, плыть на глубине и вообще прекрасно управлять телом в толще воды. В воде чумка прекрасно плавает и ныряет, однако на суше чувствует себя неуклюже. И по берегу Паганка передвигается медленно и похоже на пингвина. У Виталия Бианки есть рассказ «Люля Нырец», который написал о том, что давным-давно все животные жили в воде. И вот они решили, что надо нырнуть на дно моря и взять маленький кусочек земли. Многие пробовали, но ни у кого не получилось. И только Люля, чумка, с огромным усилием, с огромным трудом достала землю, которую все звери разобрали, разделили между собой. А когда собралась наша чумка выйти на землю, ей места просто не осталось. Так и она осталась жить на воде, размножаться, питаться. Как правило, чумка строит гнездо на воде из тростника. И лист сухих растений, которые не тонут. Со стороны такое плавающее гнездо кажется кучей ненужного мусора. Хотя в действительности внутри сухих стеблей и листьев присутствует углубление, в котором находятся несколько яиц чумки. Со временем яйца из белоснежных становятся бурами, приобретая болотный оттенок. Из-за того, что окружающая растительность, находящаяся в воде, не йод. Подобное нахождение гнезда в воде в полупотопливом состоянии – это залог безопасности жизни птенцов. Практически сразу самка сажает молодняк на спину и начинает вооружаться вместе с ними в воду, чтобы приучить их к естественной среде. Случается, что охотники убивают чумку, ошибочно принимая за утку, а потом просто выбрасывают. А ведь чумки очень верны друг другу и не выносят долго разлуки друг без друга. Они кричат и слагут свою половинку до тех пор, пока та не покажется. Очень бы хотелось, чтобы они этого дождались и радовали мир своей необычностью, красотой и верностью.